МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Около 50 погибших. Такой страшный итог наводнения, постигшего Луганск в марте 17-го. Реки Луганка и Ольховка вышли из своих берегов и затопили жилища рабочих и заводы. Вода прибывала очень быстро. Многие семьи сидели на крышах собственных домов. Средством спасения и передвижения стали плоты и лодки, которые мастерили добровольцы. Есеннее половодие 1917 года наблюдалось на всех реках области в период с марта по апрель месяц. На реке Северский Донец общий подъем уровня воды в полугодии над предпаводковым составил 4,5-6 метров. В Луганске вода прибывала очень быстро. Так, первое известие о разливе реки получили к часам к 10 утра, а уже к 3 часам дня были затоплены несколько улиц, прекратилось движение поездов. В городе до сих пор сохранились метки, которые показывают уровень подъема воды в реке. По крайней мере, мы нашли две таких таблички. Одну на доме по улице Кирова. Ее легко можно заметить. А вот о второй метке по линии железной дороги знают, пожалуй, лишь немногие жители Камбруда. Мне бабушка рассказывала, ей тогда было в 17-м году 16 лет. Наводнение было очень большое. Плыли тогда вещи, плыли люди, животные. Наводнение было по обе стороны в Лугане. Не дай бог, конечно, пережить такое наводнение никому. 17-й год неспокойный, тревожный в политическом плане. В начале марта жители уездного Луганска узнали ошеломляющую весть о свержении царя. А телеграмма из Петрограда, посланная депутатом 4-й Государственной Думы, инженером Бубликовым, в которой говорилось об отречении Николая II от престола, внесла тревогу и неопределенность в жизнь обывателей. Что будет дальше, какая власть, никто толком не знал. Но наши земляки просто хотели жить, спокойно жить и работать, с царем или без. Хозяин гостиницы «Россия», которая располагалась в центре Луганска, сказал приблизительно так. Без царя, ну, конечно, неудобно, все-таки помазанник Божий. Но там, в Петрограде, виднее. Как народ, так и мы. После вышеназванных событий, всю полноту власти в городе стал осуществлять общественный комитет из 20 человек. В него входили члены городской Думы, земства, а также учителя, рабочие. И вскоре после общественного комитета был организован городской совет рабочих депутатов. В состав исполкома вошли представители различных партий. Большевики, меньшевики, эсеры, кадеты. Дальнейшие политические события в городе можно охарактеризовать как межпартийную борьбу. В основном между большевиками и меньшевиками. К середине лета страсти накалились, так как 6 августа предстояли выборы в городскую думу. В предвыборную борьбу включились и средства массовой информации. В уезде выходило несколько печатных изданий, которые поддерживали своих кандидатов. Большой поддержкой большевикам и их рупором была газета «Донецкий пролетарий». Кстати, многие рабочие поддерживали газету материально, регулярно собирая для этих целей деньги. Естественно, как и положено перед выборами, «Донецкий пролетарий» подвергал критике деятельность других партий – меньшевиков, эсеров, кадетов. Один из редакторов газеты, Иоанна Каменский, вспоминая этот период, написал такие строки. «Газета в своей агитации сыграла большую роль в победе большевиков при выборах в Думу, когда они по Луганску получили огромное большинство и когда массы стали сотнями переходить к большевикам». Итог выборов в Городскую Думу был таков. Было избрано 29 большевиков, 18 эсеров, 13 домовладельцев, 9 меньшевиков, 2 кадета. На первых же заседаниях городским головой был избран Александр Червяков, а председателем Думы, или, если сказать современным языком, спикером Климент Ворошилов. А 19 сентября прошли выборы в Луганский городской совет. Из 120 депутатов 82 были членами партии большевиков. Таким образом, и в Думе, и в Горсовете большинство было за большевиками. Уже 22 сентября Климент Ворошилов докладывал в Центральный комитет партии. Все организации города в наших руках. А потом наступил октябрь. В Петрограде произошла социалистическая революция. Как ее приняли в Луганске, и какие события затем последовали, пусть это будет темой нашего следующего разговора. А в заключении сюжета мы расскажем о культурной жизни города. Ведь, несмотря на тревожный и неспокойный 17-й год, луганские обыватели жили не только политикой. Луганчане свой досуг в начале 20 века проводили разнообразно. В принципе, он не отличался от досуга современного луганчанина. Так же, как и мы сейчас, они гуляли в садах, смотрели кинокартины в кинематографах, а также посещали клубы. К 1917 году в Луганске было два клуба. Первый из них – горнокоммерческий. Он располагался по улице Пушкинской, в том месте, где сейчас находится Луганский областной дворец культуры, который мы по привычке называем ДК железнодорожников. В горнокоммерческом клубе был удобный театральный зал, в котором выступали не только местные драмкружки, но и приезжие артисты. Так, например, газета «Луганский листок» в ноябре 1917 года сообщает нам о том, что выступал иллюзионист Пенетти, и он показывал фокусы в области белой и чёрной магии. Кроме того, в горнокоммерческом клубе был буфет, была бильярдная, а также была библиотека. Народная аудитория – это нечто среднее между культпросветучреждением и клубом. То есть в народной аудитории также была своя библиотека и был свой драмкружок. Артисты, любители этого драмкружка, ставили пьесы как на украинском, так и на русском языке. Особенно они любили ставить пьесы по Михаилу Старецкому. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что народная аудитория была основана на средства общества трезвости. Такие общества трезвости по указу Николая II были созданы по всей России. И народная аудитория, и горнокоммерческий клуб проводили так называемые чайные вечера. На них звучала музыка, кроме того, читали стихотворения, а заодно и проводился сбор благотворительных средств в пользу так называемых малоимущих бедных студентов, а также в помощь раненым солдатам. Ведь в 1917 году как раз шла Первая мировая война. Луганчане гуляли в садах, например, в Ботаническом саду, он располагался в Каменном Броде, недалеко от нынешнего Каменнобродского горосполкома, а также посещали луганчане и городской сад. Городской сад располагался на живописном берегу реки Лугани. С 1922 года он был переименован и стал называться Парком культуры и отдыха имени Первого мая. В этом саду, в городском саду, играл оркестр, вход был платный, он стоил 20 копеек. Кроме того, в городском саду работал и буфет. Активно торговали различными сырами, ветчиной и пирожными. Например, эклер стоил 3 копейки. Для сравнения, зарплата рабочего паровозостроительного завода Гармана составляла 90 рублей. Это у квалифицированного рабочего. У неквалифицированного было 30 рублей в месяц. Зимой этот сад городской также работал. Заливался каток и горожане любого возраста, не только дети и подростки, а также и пожилые люди катались и на коньках, и на санях даже. К 1917 году в Луганске было 5 кинематографов. Два из них, Большой художественный и Кинотеатр Экспресс, располагались по улице Петербургской. Ныне это улица Ленина. Еще два, Кинотеатр Эрмитаж и Эллюзион, находились по улице Пушкинской. А кинематограф Шарапова располагался на улице Патронной. В настоящее время это улица Рабочая. В то время показывались фильмы, скажем так, мало художественного содержания. Но были и исторические фильмы, в том числе, например, фильмы «Воцарение дома Романовых» или фильмы об Иоанне Грозном. Кстати, интересная информация для любителей спорта, в частности футбола. В августе 1917-го в Луганске состоялся первый футбольный матч. Его организатором было «Общество разумных развлечений». В первом матче участвовали команда завода «Гартмана» и команда Донецко-Юревского металлургического общества из Алчевска. Победа досталась луганчанам. Все, без исключения футболисты, получили серебряные жетоны на память об этом событии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok